Ой, ребят, ну не может Россия без лохотронов, это какое-то наше проклятие, нас постоянно на каждом углу имеют, нас постоянно на каждом углу обманывают, и вот об одном таком лохотронском решении хочу рассказать в нынешней программе, и так и начинаем. Дело в том, что вот с понедельника вступил в силу один замечательный закон, все новостные порталы, все соцсети забиты заголовками, замечательными заголовками пропагандистских СМИ, вот сейчас зачитаю, в России началась бесплатная газификация жилых участков, новые правила бесплатной газификации вступили в силу 18 октября, они позволят, на условии, бесплатно по заявке подключать к газу жилые участки в населенных пунктах, где есть газораспределительные сети, газификация в коммерческих целях не производится, короче, радуйтесь, вас будут бесплатно подключать к газу, рассказывают нам пропагандисты, так это, да не совсем так, сейчас расскажу все подробно, коротко о главном, реальная журналистика, погнали! А речь идет вот о чем, помните, полгода назад, выступая перед федеральным собранием, наш замечательный президент вкинул такую классную идею, классную мысль, сказал, слушайте, у нас огромное количество населенных пунктов не газифицировано, огромное количество просто жилых домов, даже там, где газ есть, люди не могут себе позволить подключить его, потому что это очень дорогое удовольствие, давайте придумаем какую-то специальную госпрограмму, программу господдержки таких людей, и таким людям мы будем подключать газ бесплатно, ну, не совсем бесплатно, за счет государства, то есть за счет бюджета, за счет налогоплательщиков. Эта тема тогда мусолилась и по маме, и по папе, и с каждого утюга пропагандисты тут же подхватили, о, какой молодец, дальновидный наш великий кормчий, вот как он заботится о людях, ну, потому что тема подключения газа, это очень серьезная тема, весь май, весь июнь Госдума там с этим потом возилась, делали, значит, это, из этого предложения законопроект, потом проводили его через Дум, принимали, значит, приняли закон, затем перед выборами нам снова напомнили в конце августа, в начале сентября, что вот такой закон принят, но самое смешное, как думаете, почему он вступил в силу не перед выборами, а только с 18 октября, то есть вот 3 дня назад, я вам сейчас расскажу, да потому что это чистый воды развод, потому что это чистый воды лохотрон, потому что это чистый воды обман, наш великий кормчий в очередной раз навешал нам лапши на уши, ну и начнем, пожалуй. Вообще тема действительно благодатная, потому что, ну, проблема газификации для многих проблема, особенно для села, она для нас-то, для дачников, для жителей городов, это проблема, да, нам каждому хочется, чтобы у нас дачный домик отапливался этим самым газом, нам хочется не только в теплое время, в летнее время ездить к себе на дачу, ну и встретить там Новый год, например, но когда дом не отапливается, это, в общем, не представляется возможным. Что касается села, там вообще беда, ну, представьте, люди живут круглогодично в этих частных домах, а отапливаться вынуждены дровами, углем, во-первых, это неудобно, во-вторых, это дорого, в-третьих, если у тебя большой дом, то там надо несколько печей ставить, это, опять же, деньги, это проблема, это геморрой, плюс все эти дрова где-то надо ставить, они там спят и видят, когда у них появится газ, и вот, значит, Путин сделал такое финтушами вместе со своими друзьями-ядросами, наобещали им, что вот мы принимаем государственную программу, и как бы люди повелись. То есть, как обычно мы увидели на этих выборах, что село снова поверило Владимиру Владимировичу, село в первую очередь пошло за него, проголосовало, потому что для них это, повторюсь, ну, такой вопрос, наверное, номер один. Вот, сомневающиеся есть и такая категория граждан, которые тоже увидели в этом классную, полезную идею, поверили, тоже проголосовали за ядро, но на самом деле нам не рассказали об огромном количестве подводных камней, которые присутствуют во всей этой истории, ну и начнём, пожалуй, о подводных камнях. Первое, что хочется сказать, сразу обращаюсь к вам, дачники, вы под этот закон, то есть, СНТ под этот закон вообще никак не подпадает, то есть, для вас газ только на коммерческой основе, если есть такая возможность. Теперь, значит, что касается всех остальных жителей, эти села в том числе, во-первых, в законе чётко прописано, что если, значит, в посёлке есть труба, то тебе до участка доведут вот эту вот трубу бесплатно, или за счёт государства, но там тоже есть ряд условий, что эта труба должна быть не далее, чем 200 метров от твоего участка, если, скажем, она 250 метров располагается, газораспределительная система, так называется, по-простому, называемая по-простому труба, ну тогда, извини, пролетел ты, как фанера над Парижем. Но и это ещё не всё, даже если ты подпадаешь под все вот эти вот технические условия, твоя труба, вот она, действительно, ты померил линейку, исходил 200 метров, ты имеешь право, и тут есть подводные камни, и тут есть обман. Почему? Потому что там тоже не всё так просто. Ещё раз, бесплатно трубу тебе доводят только до участка, согласно этому закону, до границы этого участка, а уже по участку и непосредственно само подключение дома, ты уже это всё оплачиваешь. Причём специалисты посчитали, примерно от 100 тысяч рублей это будет стоить до 500, в зависимости от региона, в зависимости от сложности работ, да, кто-то мне сейчас скажет, да и хрен бы с ним, пусть они мне хотя бы до участка дотянут эту трубу, если бесплатно, чё, я и не откажусь, да, но и там не всё так просто. Дело в том, что, опять же, ты участвуешь в этой программе только при условии, что ты, значит, заключаешь договор на весь спектр услуг, то есть на подключение под ключ, что называется, то есть если ты хочешь участвовать в программе доведения до твоего участка вот этой трубы, то ты автоматом должен оплатить и подключение самого дома, а там проектная документация, её надо согласовать, строительство этого газопровода, да, врезку в трубу или там доступ, значит, к этому газу, то есть вот это вот и стоит от 100 до 500 тысяч рублей, ну, давайте возьмём по среднему, потому что что-то мне подсказывает, что, например, в таких регионах, как Московская область, Ленинградская область, там Свердловская, Новосибирская, там как раз где-то будет ближе к 500, но вот 100 тысяч, я думаю, это только где-нибудь там, ну, совсем в бедных, прибедных регионах, то есть в среднем, я думаю, что это будет стоить 200-250 тысяч, поэтому не переживайте. Хочешь поучаствовать в этой программе, в любом случае, готовь 250 тысяч, нет, у тебя 250 тысяч, иди гуляй, Вася. Вот и вся история, ребят, то есть в очередной раз нас всех дружно развели, в очередной раз мы купились на сказке Владимира Владимировича, но оказалось, Ларочек-то не просто открывался, вот такое вот бесплатное газообеспечение, бесплатное подключение к газовой трубе за всего ничего, в среднем 250 тысяч рублей, как-то так, вы знаете, мне вообще все вот эти вот истории, такие, они напоминают один классный монолог Петросяна, когда он еще смешным был, где-то в 90-е годы, вот он там рассказывал, Чугуевские подтяжки называется этот монолог, вот он там рассказывал про мужика, который бесплатно пошел прыгать с тарзанки, когда пришел, купился тоже на объявление, когда пришел, узнал, что пришел действительно бесплатно, и надо только 100 долларов заплатить за аренду моста, вот так вот у нас это и работает. Но, к сожалению, наверное, это не потому, что не хочется мне говорить, что люди у нас глупые, люди у нас ни в чем не разбираются, скорее всего, люди у нас, они доверчивые, они наивные, мы все время, мы хотим верить во что-то хорошее, вот люди, вот эта вот малограмотность, вот эта вот доверчивость приводит к тому, что нас каждый раз обманывают. Как-то так, это была рубрика «Коротко о главном», реальная журналистика, увидимся, услышимся завтра в программе, пока-пока!